Здрасте. Это вы все вокалисты? Здравствуйте. Правда? Не может такого быть. Правда? Вокалисты? Вот, теперь я слышу, что вокалисты. Мне кажется, что преподавать нужно иметь определенный талант, слышание, соответственно, опыт, конечно, чего вот на данный момент у меня, мне кажется, нет. Поэтому я не преподаю и не рискую. Вот, мастер-класс, это тоже слишком высоко сказано, вот, поэтому я бы это хотел назвать как-то по-другому, как я не знаю, он, скорее всего, может быть, какой-то обмен опытом, что ли. Поэтому те люди, которые сегодня будут петь, я, я буду их, во-первых, с удовольствием слушать, с одной стороны, с другой стороны, я буду у них тоже учиться. А если какие-то мои, может быть, советы, какие-то знания окажутся вам полезны, я буду, вы не представляете, какой я буду счастливый. Начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, я похожу, я похожу. Не, не, пешком поставить, спасибо. Здравствуйте. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доктор субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо. Умничка. Умничка. Молодец, правда же? Здорово. Я хотел вот что сказать. Это же Виризмо, да? Это вот, ну вот кто вот он выходит на сцену Там выглядывают из-за навески. Типа, бояться. Клоун. У меня такое впечатление, что был не клоун, а очень волнующийся студент. Вы студент? Да. Какого курса? Четвертого. Четвертого. Вам еще остался один год, и вы уже все. То есть вы уже на сцене. Ну, у вас еще время есть, в принципе. Ну, я хотел бы вас попросить, может быть, вот сначала, Сипо, Сипо, сеньоры, сеньоры. Вам тут карты в руки. Это знаете, как экзамен по актерскому мастерству. Вам нужно, вот здесь вот у вас зрители, нужно их заставить вас слушать. Не так, а так, чтобы они сопереживали вам. Ведь это реализм, да? Попробуйте, вот, ну, первое, несколько фраз. Ну, сделайте, ну, попоясничайте. Не волнуйтесь. Никто вас не обидит, никто не будет над вами смеяться. Попрыгайте. Я не знаю, погремасничайте. Потому что, ну, вы понимаете, о чем вы поете, да? Вот. А то, что там верхние ноты, там, переходники открыты, там, открывать или закрывать, это вам педагог вам скажет. Можно, да? То есть я об этом не буду говорить, с вашего позволения. Правда же? Мне не нужно. А? Правильно, да. Вот. Ну, никто мне не хочет, чтобы я тут говорил о том, куда надо ставить звук, и где дышать, и что при этом ощущать. Правда же? Ну, это мы все знаем. Я хочу, чтобы вы зажгли вот всех нас и меня. Я хочу, чтобы у вас была фраза. У вас прекрасная пианистка, великолепно чувствующая и музыку, и стиль, и фразу. Вот. Я хочу, чтобы вы послушали друг друга, чтобы вы послушали ее, музыку тоже. Вот. Потому что у вас, ну, соответственно, фразы остановившиеся, потому что она не прожита. Мне хотелось, чтобы она прожита была, чтобы вы попоясничали, чтобы вы побезобразничали, а мы послушали. Давайте. Хорошо. Начало. Молодец, вы не прологов. Вы здесь на партсобрании докладываете. Это совершенно не про то, понимаете? Пролог, это клоун вышел. Вот сейчас вот вам всю мордашку вашу размалевали. Вот. Надели парик какой-то несносный. Надели на вас какой-то, я не знаю, больничный халат. Больничный халат и тапочки в гороши. Представьте себя. И вы вот такой вот выходите и, значит, и поясничаете. Первый, СИПО, это значит, он за занавески, там, я не знаю, почему, замыслу режиссера СИПО. Второй раз же выступил СИПО. Как хотите, решительнее, нерешительнее. Второй, позвольте, СИПО, должно быть абсолютно другое. То есть, вон, вот здесь карты. Синьоры, синьори, да? СИПО, 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 СИПО. И я соль пролюгу. Вот так вот может быть. Потому что там, в принципе, де чизо, да, стоит, там, форты и все такое. И когда пролюгу, сделайте хорошенько обоприте там то, что нужно опереть. Потому что у вас нота по затылку немножко. Хотелось бы, чтобы она более свободная, соответственно, лучше прозвучала. А ну-ка, давайте еще. СИПО, 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 СИОРе, СиОРе, СИРОИ, С КУЗАТЕМИ СЕДО СОЛЬМИ ПРЕЗЕНТО. А ну как? Давай, давай, давай! Давай, давай! А ну-ка, сними парик! Звучит музыка. Побиться! Сермяжная правда пошла! Умница! Умница! Знаете, что еще хотелось бы здесь? Вот когда у вас идет вот этот речитатив, вот, здесь достаточно и оркестр, да, такой. Вот, не нужно, чтобы вы хорошо произносили, и на правильном итальянском языке, которым нужно поработать. Вот эти вот. Вот это вот. Но! Потому что вы перед публикой, вы не можете ее так слишком уже, да? Поэтому всегда нужно так немножко извиняться, полушутя. Потом, когда вы дальше разгоняетесь уже, вы уже теряете полностью контроль над собой. И помните, что случится в паяце в последнем акте. Там все друг друга перережут. С такими вот мыслями вы и должны говорить об этой сермяжной правде актерской. Что у нас, у нас здесь сердца настоящие. То, что на сцене творится, это, это все не буфанада. Это все, это все реальная жизнь. Вот о чем. Вы должны просто биться за весь наш актерский класс. За нас! АПЛОДИСМЕНТЫ Откуда вам удобнее начать? Ну вот первую секцию вы... Ну, ну... Да. Да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот у вас есть для того, чтобы вы пришли вот к этой точке и развивались дальше, динамически, вам нужно все-таки на пиану начать, хотя бы на мете-пиану. Если у вас есть в голосе нежность и вот такой мете-вочи, мне хотелось бы, чтобы вы начинали вы из-под воль, совсем, насколько возможно, тогда у вас будет от чего плясать, если можно. Можете? Да-да-да. 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 Дальше новая мысль прошла. Докладывайте. 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 все. Первый. Ля Бимор, очень хорошо получилось, да, по-моему? Хорошо получилось. Вот. Вот. На соль немножко поджали вы. Ну, ничего. Вы на правильном пути абсолютно. Молодец. Дергайте. Дергайте себя. Не, не, не стоит. Если вы взялись петь такую арию, и это не, там, ни Гендель, ни Бах, где можно спокойно петь и докладывать, это вам, батенька, веризм, поэтому доложите уже как следует. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Имна шутур и ансансис, Нонарома тужур виттан. Профитом ядеря женес, Имна шутур и ансансис, Профитом ядеря женес, Имна шутур и ансансис, АПЛОДИСМЕНТЫ Умница, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Абсолютно убедительно. Единственное, что мне бы хотелось бы, то есть я вижу, вы держите зал, у вас прекрасная и внешность, и руки, и вы, вот есть такое правило, что когда, ну от Ария до Капо, у вас реприза, когда повторяется, вы абсолютно одинаково спели, как и разработки. Мне кажется, это нужно учесть, и контрасты все-таки это все в нашем деле. То есть вы, в первой части, вы такая, ну в общем, обворожительная, томная, вторая часть у вас идет на контрасте, нужно больше, ну как вот этих вот, таких вот брызг, понимаете, таких хрустальных, вот, не хотелось бы. И третью часть придумайте для себя, какую-нибудь другую. Просто я, ну как интерпретационно, ну что можно сказать, главное, чтобы вам было, прежде всего, самое интересное. Ваши ручки, иногда ваши враги, понимаете, вот, у вас прекрасные, красивые очень руки, очень выразительные, вот, и с ними, я знаю, что руки, когда рука идет, уже трудно ее остановить, то есть рука это продолжение души, вот, иной раз хочется уже спрятать, а поздно, вот, может быть, это зависит от всего, от, вот, от атмосферы, от органики, вот, ну вы очень-очень-очень близко находитесь, вот, полный, по-моему, в балансе, в органике. Мне кажется, что вот, если бы вы обратили на это внимание, тоже было бы очень хорошо. И, конечно, французский язык, вы меня извините, ну половина арии, ну не половина, ну первая часть, я думал, вы по-русски поете. Правда. Ну, а французский, это самый неудобный певческий язык для всех, кроме французов. Но все-таки хотелось, чтобы это больше на французский язык походило, вот. Вот, поработайте с французским учителем, вот. Потому что я просто по себе знаю. Вот у меня жена, она по-французски говорит первый ее язык. Но для меня каждый раз, обращаясь к французским произведениям, это каторга, просто каторга. Каждый слог, каждое гласное, это практически все антивокально. Но тем не менее, все-таки для этого хотелось бы, чтобы вы какое-то время посвятили, поработали и продолжали работать в этом направлении. Потому что для вашего голоса во французских операх, французской музыке очень много написано, соответственно, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Здравствуйте. 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 Вы мне писали, не отпирайтесь, Я прочел души доверчивой признанья Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она вполне не привела, Давно умолкнувшие чувства, Но восхвалить я не хочу, Я за нее вам отплачу, Признанья так же без искусства. Примите, ж исповедь мою, Себя на судам отдаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 меняться и ваши представления о том какой вы онегин на первый взгляд кажется что это такая школьная казалось бы простая и роль и вот этого тариоза к сожалению это нет это не так очень сложно и вот перед вами прежде чем вот вот вы мне писали не отпирайтесь вам нужно ну во-первых наверное татьяна девочка какая-то вот представили вы себе и если не представляете ну просто вот вот она вас как зовут лера вот вот представьте что лера и вот это татьяна вот и вы матенька нет несколько зажат а я не хотел бы чтобы зажаты были поэтому вот у вас руки гуляют как вот соответственно ну и чтобы они не гуляли оставьте в покое вообще выражайте все своим голосом и своим сердцем вот ну может попробуем или не стоит попробуем да попробуем да давайте ну вот сначала вы мне писать вы мне писали говорю не не писал не драйтесь вот ну скажите что-нибудь так чтобы вот как вот в нашем первом случае с с прологом давайте подергаем давайте попробуем давайте вы так вот пришли короче ну корректный человек все таки не клоу молодец многие молодец умница я хочу понять вашим вашей арии гамму чувств, то, что вы чувствуете, то, что вы хотите сказать, то, что вы не хотите сказать, подергайте, пожалуйста. Только не надо наклоняться. Вот давайте Татьяна. Татьяна, наверху кто-нибудь есть? Помашите ручкой. Вот там. Нет, там далеко. Вот здесь вот. Как вас зовут? Света. Вот Света, вот видите Света. Серьезно, спасибо. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она волнение привела давно молкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. признанием так же без искусства. Молодцы. Прекрасно. Очень хорошо. А теперь над фразой. Что же у нас фраза оторвется? И все. Это докладывание сплошное. Понимаете? Надо, чтобы все-таки фразы были, чтобы слова-то они с фразой состыковывались, и чтобы голосом эта фраза наполнялась тоже, хотелось бы. Вот. Я мне ваша искренно смела, она волнение привела, поиграйте, она волнение привела давно молкнувшие чувства, но без руки, пардон, но вас хвалить я не хочу. Поиграйте. То есть вы как вот по-русски бы вы сказали не хочу. Я за нее вам отплачу призна... Там же отплачу признанием, да, а вы рвете все, рвете. Если у вас дыхания не хватает, возьмите дыхание, но сделайте так, чтобы не порвалось. Давай. Мне ваша искренность мила, она волнение привела давно молкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Поменяйте краску. Ну, свои чувства, но посидите, может быть, на Н. Но вас хвалить я не хочу. Поменяйте краску, потому что это ведь совершенно другая мысль. В общем, да. Давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу, признанием также без искусства. Примите, шисповедь мою, себя на суд вам отдаю. дам. Давай. Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел Когда б мне быть отцом-супругом Приятный жребий повелел То, верно, кроме вас одной Невесты не искал иной Но я не создан для блаженства Ему чужда душа моя Напрасны ваши совершенства Их не достоин вовсе я Поверьте, совесть в том порукой Супружества нам будет мукой Я сколько не любил бы вас Привыкнув, разлюблю тот час Судите ж вы, какие розы Нам заготовит гимнэй Иль, может быть, нам много дней Мечтам и годам нет возврата Ах, нет возврата Не обновлю души моей Я вас люблю любовью, брата Любовью, брата Иль может быть еще сильней Иль может быть Иль может быть Еще, еще нежней Послушайте ж меня без гнева Сменит не раз владая дело Мечтами Мечтами Легкие мечты Вот что такое Онегин Онегин это рефлекшн То есть это отражение наших Собственных переживаний Нашей реальности Наших чувств Совершенно удивительной Гениальной истории Вот Я надеюсь, что Как и Онегин И другие В общем, роли и персонажи Пройдут с вами Через всю вашу жизнь И я желаю вам успеха Поздравляю Спасибо Спасибо большое Спасибо Здравствуйте Как вас зовут? Алексей Я хотел бы исполнить Беллини Абберсэмбре иудик фэнтэй Ладно Давай 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 До Ваем Абб Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.